Эпизод шестой Исполним молитву нашу Господи Ви Продолжение Литургии Верных Святая Литургия — это непрерывное движение, движение навстречу Царству Божию. Однако ритм Литургии неоднообразен. После Великого Входа, внесения святых даров в алтарь и их возложения на престол, наступает время, когда верующие в молитвенном настроении готовятся к заключительному акту приношения даров хлеба и вина Богу, который в Великой Тайне Духом Святым приложит их в тело и кровь Христовы. Наступило время исполнить молитву нашу Господу. Молитвы после приношения Повседневная жизнь с ее опасностями, потребностями и разными искушениями не остается за пределами Божественной Литургии. В молитвенных прошениях, которые сейчас начинает произносить священнослужитель, мы просим у Господа мир всему миру и ангела мирно, хранителя душ и телес наших. В это время верующие поют песню хваления Богу. После Великого Входа и перенесения даров жертвенника на престол, во время ектении священник в алтаре произносит молитву Господи Божию Вседержителю. Эта молитва называется молитвой приношения. Священник просит Господа Бога удостоить Его принести Ему дары и духовную жертву, удостоить нас стяжать благодать перед Ним. Священник молится о том, чтобы наша жертва была принята как угодная Богу, чтобы Дух благодати Божией почивал на священнослужителях, на дарах святой трапезы и на народе. Дары пока только готовятся для жертвы, а вот позже, при третьем приношении, самом большом и самом полном, вспомнив о страданиях Христовых и перечислив Божие благодеяния, священник скажет «Твоя, Твоих Тебе приносяща, а всех и за вся». После этого начнется само освящение божественных даров. Духовная жизнь — это непрерывное движение к совершенству. Непрерывное, потому что, как говорит святой Григорий Низский, один предел совершенства — не иметь самого предела. Святой Макарий Египетский, рассуждая о духовном совершенстве, говорит «Когда душа взойдет к совершенству Святого Духа, очистившись от страстей, и придет в неизреченном общении, в единение с Духом-утешителем, и с растворяемая Духом сама сподобится стать Духом, тогда делается она вся Оком, вся Духом, вся Радостью, вся Упокоением, вся Радованием, вся Любовью, вся Милосердием, вся Благостью и Добротою». Моление Ангелу Мирну — древняя молитва. Ее произносили в разное время на разных церковных службах. В апостольских правилах использовалось как заключительный ряд молитв перед отпустом верующих на утренней и вечерней службе. Святой Иоанн Златоуст об этой молитве говорит, «Каждый верующий имеет ангела, так как из самого начала каждый благочестивый человек имел ангела». Итак, если у нас есть ангелы, то будем вести себя осмотрительно, как бы с нами были наставники, потому что с нами есть и демон. Поэтому будем молиться и взывать, прося себе ангела мирно. Мы и везде просим мира, потому что с ним ничто не может сравниться. «Пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой Богу. Эти слова сохранились в Евангелии от Матфея. Отчин лапзания мира на святой литургии имеет древнейшее происхождение, и, возможно, родился благодаря словам самого Спасителя. Когда таинство совершится, мы причастимся телой крови Христа, но мы не сможем соединиться с Богом, если мы не едины со своими спутниками на пути в Царство Небесное. Если Христос не находится посреди нас, Он и не войдет внутрь нас. Поэтому общение любви между верующими предшествует божественному причастию. Поэтому диакон возглашает «возлюбим друг друга». «Люби мой одни друге». «Люби мой одни друге» Со временем этот христианский обычай пришлось отменить, оставить только для служащего духовенства. И хотя святое целование сегодня не употребляется среди верующих, все же на слова диакона «возлюбим друг друга» все должны исполнить свои души любовью к своим ближним, от всего сердца простить все обиды и воспитывать в себе чистую братскую взаимную любовь «в Иисусе Христе». Любое священнодействие божественной литургии это на самом деле преображенное обыденное событие. Целование любви получает новый смысл. Мы — храм Христов. Поэтому, лапзая друг друга, мы лапзаем предверие и вход храма, говорит святой Иоанн Златоуст. Это целование с древних времен являлось знаком единства и общности. Оно упоминается и в Священном Писании. А в знак единства апостол Павел напутствует верующих в Риме, Каринфе и Фессалониках приветствовать друг друга святым целованием. Апостол Петр тоже советует верующим приветствовать друг друга святым лапзанием. Иисус упрекает Симона, фарисея, за то, что тот, пригласив его на ужин, не дал ему целования. Иуда усугубил свою вину тем, что воспользовался братским целованием, чтобы предать своего Господа. Нет никакого сомнения в том, что целование мира было очень важной составляющей древней Евхаристии. Книга «Дидахе» поучает христианина. «В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде своих грехопадения, дабы ваша жертва была чистой. Каждый же, находящийся в разладе со своим другом, да не присоединяется к вам до тех пор, пока они не примирятся, чтобы вашей жертве не быть оскверненной». Святой Поликарп был учеником апостола Ивана Богослова и епископом Смирны, города на западном берегу современной Турции. В его время появились противоречивые мнения о точной дате празднования Пасхи. Поликарп и церкви Малой Азии всегда праздновали Пасху в 14-й день еврейского месяца Ниссана, независимо от дня недели, тогда как большинство других христиан день Воскресения Христова отмечали всегда воскресенье. Несмотря на глубокую старость, Поликарп поехал в Рим и обсуждал проблему с Аникетом, епископом Рима. Субтитры создавал DimaTorzok Два епископа долго беседовали, но им не удалось переубедить друг друга. Поликарп говорил, что о дате Пасхи он узнал лично от апостола Иоанна. Аникет же заявил, что он учился у своих предшественников. Но, тем не менее, это не привело ни к расколу, ни даже к ссоре, ибо епископы решили, что их единство и единство церкви важнее точной даты празднования Пасхи. Они согласились в том, что каждый останется при своем мнении. В знак дружбы Аникет оказал Поликарпу честь, разрешив ему совершить Евхаристию в Римской церкви, в которой они, несомненно, приветствовали друг друга целованием мира. Евсевий Кесарийский в церковной истории свидетельствует, они расстались в мире друг с другом и в мире со всей Церковью. Христос между нами И не разъединяйся, и не разъединяйся, двери, двери с премудрощью В древней церкви, после выхода из храма оглашенных или катехуменов, готовящихся к принятию крещения, служителям храма, стоящим у мужских дверей, одякани самуженских, заповедано было во время совершения бескровной жертвы не выпускать верных из храма, а всех остальных не впускать в храм. Слова «двери, двери» относятся к тем служителям храма, которые заботились о том, чтобы двери храма были закрыты во время литургии. Когда со временем древний обычай потерял свою значимость и вышел из практики, возглас «двери, двери» все же сохранился, но не как воспоминания о прошлом, а как назидания. Как у храма есть двери, в которые нельзя допускать недостойных, так и человеческая душа, будучи храмом Божиим, вместо дверей имеет чувство, которое следует охранять в священный момент богослужения, дабы не вошел в нее грех. Затворе, как у греха в этом священном часу, не би ушао у човекову душу. Символ веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». 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 «В древней церкви символ веры произносили только раз в году, Великую Пятницу. Произносили его оглашенные, Катехумены перед принятием крещения. В конце V века символ веры стали читать на литургии в Антиохийской церкви, а с начала VI века во всей Восточной церкви. Единородного иже от Отца Рожденного прежде всех век. Единородного иже от Отца Рожденного прежде всех веков. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся Быша. Рожденного и несотворенного, единосущного Отцу, кроского и святостного. Из-за опасности, которую для Церкви в IV веке представляли еретики, святыми отцами Первого Вселенского собора в Никее, 325 год, и Второго собора в Константинополе 381-й был составлен символ веры, основа догматического и канонического вероучения христианской церкви. Первый собор осудил учение Александрийского священника Ария, который, исходя из монотеистических взглядов, отказывался признать равенство Отца и Сына. Собор определил, что Сын единосущен Отцу, и таким образом был сформулирован догмат, который с дополнениями Второго Вселенского собора составляет символ веры христианской церкви. Вся тварь переживает сильное потрясение. Своей жертвой Христос, Сын Божий, в человеческом теле являет божественную силу. У нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и в очеловечесе. Распяток уже заны при понтийстем Пилате и страдавшей погребенной. И воскресшего в третий день по Писаниям. И воскресшего в третий день по Писаниям. И воскресшего на небеса, и сидящий одесную Отца. И паки грядущего со славою судите живым и мертвым. Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняема и славима глаголовшего пророки. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Церковь одна, Соборная и Апостольская, как записано в символе веры. Глава Вселенской Церкви — Сам Господь Иисус Христос. Все поместные церкви, и каждая из них в отдельности, должны хранить неискаженными Священное Писание, предания, догматы и единообразие богослужения. Богослужения. Господь обещал верующим, в конце истории, единство всего во Христе. Как сей преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам, и, будучи собран, сделался единым, тогда соберется Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое, сказано в учении 12 апостолов. Соборность Церкви будет реальностью в конце истории, но ее соборная природа раскрыта и явлена уже здесь и сейчас, на Святой Литургии. Каждая Литургия является частью одной и той же Литургии. Каждая Литургическая община во главе с Епископом, прямым преемником апостолов, является частью Церкви, но одновременно та же самая община представляет собой всю Церковь, соединенную во Христе. Епископ один от имени Церкви совершает святую Евхаристию, но таким образом объединяет во Христе множество верующих, составляющих данную общину. А с другой стороны, в посвящении каждого нового епископа, путем совместного призывания Святого Духа, с самых ранних времен должны были принимать участие по меньшей мере две или три соседние Церкви. Таким образом, каждой из них предоставлялась возможность иметь полноту церковной жизни, и в то же время каждая Церковь ограждалась от опасности впасть в самоизоляцию, заблудиться и отделиться от соборности Вселенской Церкви, а тем самым и жизни во Христе. А тем самым и от живота у Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соборность Соборность означает не только совокупность обособленных частей, но прежде всего целостность, полноту и единство тела Христова, Церкви, в каждой литургической общине. В каждой литургической общине. Соборность также делает возможным преодоление во Христе любого разделения, природного и социального. Множество становится единым во Христе, но при этом не теряется личность отдельного человека. Наоборот, в самом тесном общении в Духе со Христом и ближними личность достигает полноты и максимума своих возможностей. Иными словами, благодатью Божией становится Богом по усыновлению. Исповедую едино крещение во оставлении грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Выразив свое единство в любви, Церковь через символ веры выражает единство в вере. Единство Церкви неограниченное, человеческое. Это единство Бога откровенной, полной и абсолютной истины. Не принимающая ее не может принадлежать Церкви, ибо такой человек что-то другое предпочитает истине и все еще является рабом ветхой жизни. Символ веры — это исповедание и мирило истины. Символ веры — это исповедание истины. Символ веры — это исповедание истины. Символ веры — это исповедителей. Символ веры — это исповедание истине. Продолжение следует...